ну что друзья это такое блиц интервью со славными нашими друзьями вот которые живут несколько севернее украины да это латвия ну что братцы представьтесь хотя думаю вас и так все знают но представьте все равно поздоровайтесь давайте пообщаемся всем привет я норманд как просто мария так и просто но почти реклама разработчик всех снастей с фирмы сам всех где вот эти вот прекрасные вот я вижу обалденные абсолютно кольца перстни с какими-то вот символами там такими вот красиво латвийская с рыбалкой никак не связано все связано с моим пониманием всего другого мира но я думаю что если в дизайн продукции сама привнестили немного вот этого колорита было вообще потрясно посмотрим пока но не все люди это понимают все таки так что это моё пока мое личное такое но я вот как-то стараюсь с каждым годом двигаться в это направление но я больше на вот на вот на создание практических правильных удилищ вот это мое удилище леса катушек это все такое как бородатый человек бородатому человеку скажу это круто и что ребят какое ваше первое впечатление от водоема были ли вы здесь раньше и в общем в двух словах что увидели учитывая что сегодня уже четверг то мы здесь были уже раньше среда что-то втромник и понедельник да но впечатление первый день казалось все понятно просто все второй день поехали на плотву плотва у нас в африке плотва потом пришла среда если пропустить мат то сказать нечего я буду получать на сегодня сегодня чуть-чуть получше но опять так как сегодня мы были там где вы были первый день то есть сектор 20 очень много хоряк очень много угрей у нас на команду на пятерых 20 чем-то поклевок угрей у меня лишь 7 поклевок 4 подряд и 18 оборванных крючков 4 оборванные кормушки просто потом ушел от этой дистанции но я не знаю если чисто мое мнение что конечно везде есть свои нюансы но 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 тут этот остров он он все-таки живет своей жизнью и тут рыба как бы везде все приехали ловить вот у кого не было возможности приехать сюда на тренировку понять все сколько искали информации в интернете все приехали ловить бить леща не то что ловить бить подлещик что подлещик это уже простой как бумага его бить ловить ловить 30 кг когда мы уже приехали первый день мы приехать субботу ночью воскресенье поехали местные уже говорят тут места где человеческая нога не ступала то есть они сами еще не проверили не построили в экстренном темпе конечно построили это как построили это другой вопрос но сделать большую работу по крайней мере большие деньги потратили за три месяца весь этот сделали но не рыбачили но не рыбачили но вот суть в чем что рыбы как бы много но не везде уже сейчас когда четвертый день тренировок ты понимаешь что в принципе ты понимаешь что ты ничего не понимаешь неравнозначно это точно но очень неравнозначно это точно очень плохо что по моему фидеры тоже 26 команд вообще или не было такого когда начинается полузон полузон не будет говорила за он не будет это потому что в европе тоже на поплавочном европе две недели назад в бельгии то же самое было у нас 24 команды и тоже а 26 начинается только полузоны а здесь вы тоже были в е-зоне там полузоны обязательно очень разная зона очень разная и то же самое здесь да и будет там там где эти двадцатый девятнадцатый ну там то же самое ну и ну ладно это все организационное то же самое что у нас оставили все без потаня да я уже даже в отчетах как как бы пытались писать и жаловаться на это но если честно надели это затраги я бы я бы сказал это по украинским меркам это очень большие деньги да да и по нашим меркам почти 100 евро за мотыля когда у нас стоит 250 грамм потому что мы по газетам видим откуда приходит но я должен сказать это что пришло вот нам вчера килограмм получили свой мы с него нам или 250 грамм то хорошо а нам понедельник привезли значит на 5 дней до 2 с половиной килограмма надения джокера 12 с половиной килограмм понедельник привезли и большого там 3 килограмма и этот это до пятницы он должен был он сгнил уже во вторник до сожалению действительно что мы будем сейчас не будем же говорит что у него что мотыль виноват учимся ловить на медведку на мух нет как у местом это или моделя вообще тут нет но нет тут модель как бы не самое странное что англичане и местной не ловит на мотыля а ловит очень хорошо они ловят на на вот если смотреть но у нас кастер классический ну хорошая насадка где в европе популярная у них кастер три раза больше когда крупненький тут на пиявки какие-то волосатые сраные деревья который мы еще не знаем про то есть и которые в европе скорее всего чтобы если магазины и тогда это те на которых обычно ловят форель она такая 23 сантиметра можно облазнили все интернет-магазины тут таких в африке в прошлом году были черные волосатые опарыши но вот такая специфика которой они откусили и мы по их лицам видим что они столько довольны и во всех зонах они вот как бы я не знаю человека когда трезвый смотришь на их довольные рожи хочется им все ясно и в любой зоне на они и платвичку быстрее ну платишь как бы тоже мы ну мы все конца послали посмотреть вчера сидели мы в пятом казах четвертом секторе казахи не ловили ничего мы поставили сегодня там сидели англичане послали конца посмотреть с первой минут скоростью это скажем медленно другие дни они ловили быстрее на счет 60 они подлещиков вытаскивали те кто ловили он там есть ну ладно ну в принципе если англичане первые гландцы вторые ну испанцы скажем третий в принципе наш четвертый устроит там голландцы еще очень сильно сегодня ловили голландцы сильной смотри венгры но валтер стоит валтер с таким грустным летом как будто у него пол страны умер он он все мы там есть что-то ему не нравится руками машет с итальянцами итальянцы сегодня ловили но как мы пришли к выводу у них очень хорошо сработала прикормка но они не разобрались с насадкой с насадкой а с тактикой подачи может быть там удержание понимаешь то есть или у них рыба становилась хорошо их рыба становилась хорошо но они ее не сортировали и и и как бы все подряд брали но 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 как бы видишь что что не так работает стабильно испанцы молодцы испанцы везде ловят тоже еще хорошо интересно то что мы же приехали тоже при первые на первый год в этом участвую в мире но понятно что 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 будем везде участвовать меня сложно я только что с бельгии приехал поплавка сейчас сюда через две недели москву потом поплавший мир потом кубок дружбы на белоруссии один второй страна в которой не бывает проблемы с мотылем да ладно серьезно ты не слышал нашу грустную историю зимой не слышал на чемпионате мира я все время до этого нет то что украина победила все хорошо это это самые ребята работает это действительно самая сильная команда мире но те которые ловили команды латвия казах и казахстан кто-то еще был из тех кто ловил короче первая шестерка то было результатом никто не ловил официально мы купили его много белорусы отговорили уместно покупать мы его привезли домой ребята кидаешь его в банку с водой обычно кормовой он же там такой вытягивается и и вот так он утонул и лежит и сгнил там но я с зайцем и всем ребятам украинского и гавриила мы знали они там отборы все делали они проползли они отработали почему ты не позвонил но так то с мотылем проблемы бывают такие такое бывает но в принципе нет конечно белоруссия чем мне очень нравится что во первых всем нам достаточно сравнительно близко до удобно распознать не полных 600 вам там русские 800 по моему доберусь это ну да 600 километр до места так что это самый центр следующем году тем более на этом канале поплавочная европа он для фидера очень хороший ну и второй раз и и кубок дружбы соберет больше народу чем здесь и там очень интересно там очень интересно ну конечно он уже осенью кубок дружбы и опять уже не станет на своей эти тысячную отметку и там где она становится но все равно в тех зонах очень интересно там очень много средней она активная она клюет на то можно делать результат тому разные стратегии достаточно хороший хороший турнир однозначно сейчас здесь если говорить об ирландии то на что здесь стоит обратить внимание ну кроме кроликов и прекрасных женщин ромбики ромбики женского пола кроники голландии больше я по встречке до маленьким дорогам утром когда вот нам 17 километров ехать до зоны нам водитель очень хороший он как ну вам с латвии но какое-то время прожил в ирландии ну он как будет узнать но все равно ну так я вот каждое утро едем туда и обратно микростресс до этого я всегда боится она так принципе в принципе ну когда ты много ездишь и пара с рыбалкой и по этим соревнованиям мотая с 2000 года по работе по работе по миру как бы ездить ланди англии у них это старинность вот этот камень весь пор и это все такое ну вот такой вот чувствуется кто-то старинность нет такой вот мы угретов снук вселе каком-то ну не в большом городе все вот это вот такой вот чувствуется сутс как будут старье такой классика вот такое но они не не отходят от своих таких принципов каких то вот и чего не ездить машина из нее мусор не выбрасывают. Стаканчик из-под кофе в окно не кидают. Не выкидывает никто. Матом тебя никто не покрывает. Даже не блымают фарами. Да. И вот если сравнить, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с нашими странами, скажем так, потому что мы, как говорится, все из одного места вышли, то бьется фон. Сразу бросается в глаза то, что, во-первых, и то, что нету заросших полей. Все, или там пасутся, или... Рука коснулась, рука коснулась. Да, да, да. Двери, большая гостиница, всего пару человек работает. Тот же, который на рецепционе сидит, тот же за столом обслуживает везде. Нету фигалосток и мужичка, который был... Я рецепционист. И дети мои. С большими видами. Не, ну это интересно, интересно. И надо, хочешь не хочешь к этому стадиону присматриваться, потому что стадион они построили большой. По-любому поплавочный мир или Европа здесь будет. Но сектор Е мне под поплавок, на самом деле, приданутся очень хорошо. По Е, да. Там и выкатить есть куда, и мочочкой, и... И глубина... А будет-то здесь? Ну, в Ватсаном я не знаю. Как там, куда там? Очень нормально. Под 13, что там в Ватсаном? Отличная плотва. Да, 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 да. Она скоростная, она скоростная плотвичка. Окушки и, в принципе, на штекер, если ты там... Ты леща на штекер там, я думаю, не подтянешь. Не в каждой ноге не подтянешь. Единичный, именно. Но окунь, плотва. И над... Со штекером ты все-таки можешь за каждой корягой поставить. Везде взять, простучать. Это... Нет, нормальная статья. Нормальная статья. Просто плохо то, что... Большинство сюда летит. Плохо то, что... Нету... Сам... Скажем, ладно, нам сейчас все поставил. Еще сто килограмм подарил. Правда, нам сейчас надо искать, кому это все подарить обратно. Потому что мы тоже сами летим, а... Вещи отправляем транспортной компанией. Да, но... Есть команды... Та же российская сборная, к которым там половина не пришла. Просто не пришла. Мы... Знакомая ситуация, у нас точно так же. Да. Есть знакомая... Как бы везде на больших чемпионатах покловочных... Везде есть какая-то береговая торговля, где-то все-таки... А здесь только кормушки. Кормушки... Кормушки... Правильные, хорошие, неплохие кормушечки. Но только кормушки. Никакое... Ничего, чтобы... Ну все-таки... Это не учить. Но это может быть, потому что неопытность от всего. Но... Когда ты поедешь с покловочным... Барахла не меньше. Конечно. Барахла не меньше. Так что... Да. И там штикера как-то не хочется транспортная компания... Ну и так уже. У нас... Бус выглядит как... Как... Конституционный... Какой-то... Магазин для конституционных труб. Потому что все... 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 У нас на пятерых... Если так посчитать... Но фитеров сто есть. Сто будет, да. Сто есть. Потому что мы их не знали. Оказывается... Сейчас надо плыть на стоячей воде. Мы там ждали... Сто двадцатки... Сто пятьдесятки... Даже... Сто восемьдесятки... Они сейчас там... Вот нам... Всю неделю валяются по бусу... Ну... Так выгружаешь... А ловим на пятьдесятки там... Ну вот... На пекорочке... Не-не... Ну... Все... Все хорошо... Наша задача была приехать... Понять... Как глубоко мы там... Взади... Очень... Даже вот... Как бы... Вы же опытная... Намного опытнее... Я помню... Я... Так... Можно громко сказать... Лет семь-восемь... Учил... Украину ловить баллонкой... На русановском канале... Да... Да... Давал ремня... Да... И... И тогда у вас уже был фидер... И тогда мне ребята... Для меня в то время... Абсолютно непонятные вещи... Рассказывают... Что вот там на соревнованиях... Фидерных... Только землей... Кормил там... Что фидерных... Какой фидерных... Прошло несколько времени... Я стал... Как бы... Пер... Первооткрывателем в Латвии... Фидера... Просто... Видишь... Что творится в мире... И сделал пару передач... Там... Статей... Все-все-все... И это пошло... Лавиной просто... Лавиной пошло... И без этого нельзя никак... Абсолютно... Кстати... Хорошие... Хорошие... Мы очень плавно перешли... Очень интересно узнать... О том... Как вообще... В Латвии действительно обстоятельствовать сейчас с фидером... Есть ли у вас какие-то федеративные... Вот как бы вот... Насколько это вот... Все у вас сейчас происходит... Опишите... Расскажите... Очень интересно... Я хочу сказать... Федерацией... Фидером и поплавком руковожу я... Соответственно... Соответственно... В принципе... Вообще... Латвий спорт... Спортсмен... Рыболовная... Ну... Рыболовная неделя... Спортсмен... Это ругательское слово... В поплавке у нас осталось всего 22-23 человека... Фидеры... Ну... Сейчас клубок... Ну... До сорока... До сорока... У нас только третий год... Чемпионат Латвии... Чемпионат Латвии... Только третий год... Ну... Мы чемпионат Латвии делаем в трех турах... Три турах... По два дня... В течение сезона... Ну и кубки сейчас еще... Два-три-четыре... В принципе... Плохо... Плохо... Ну... Страна и маленькая... Но вот... Как бы вот... Но нет... Интерес есть большой... Вот в форумах... У нас есть форум по Фидеру... Интерес большой... Но когда доходит речь до соревнований... Чемпионата... Ай... Что я там буду лезть... Там какие-то спортсмены... Еще три тура... Там что... Туда-туда... И... Отбиваются люди... Человек... Которые там... Топовых... Которые всегда наверху... Вот там... Так мы и меняемся... Раз-два-три... Раз-два-три... Да... И... То же самое... Что по плавке... Участвует... Не участвует... Все равно в сборной... Это пять человек... Которые... В принципе... Сильных четыре... И еще два-три... Которые вот... Меняются... Тем более... В Латвии... Самая большая проблема... Где? Больших фирм... Рыболовных... Торговших... Нет... И рынка-то... Нет... В Латвии... 150 тысяч... Рыболов... Федерации денег нет... Федерация... Это общество... Даже не ООО... А просто общество... Которое... Если где-то... В прошлом году... Где-то какая-то команда... Хорошо выступила... Тогда есть надежда... Что-то где-то положить... Ну вот... У нас большой плюс... В этом году... Чтобы раньше не было... Нам хоть на все... Чемпионаты... Взнос оплатили... Все остальное сами... Все остальное сами... И... Ну... Ирландия... Та же самая Бельгия... Но это дорогие страны... Как бы... Как бы... Деньги небольшие... Но... Тебе еще... Пару тысяч евро... Но... Их надо просто... Вот выбросить... Плюс еще тебе... Ну... Не мне тебе рассказывать... Что... Что такое поездка... Но... Народный фидер... Он идет только в... Это... Динамика... В принципе... Он вот так идет... Потому что... Донышники... Переходят на... Федерастов... Федеристов... А вы считаете... Что... Существует... Какой-то процент людей... Которые... В общем-то... Говорят... Что... Они морально... Не готовы выступать... Не только там... Предположим... Финансы... Нет желания... Нет желания... Может быть... Формат... Турниров... Вводящий... Нет... Я делаю... Вообще сейчас... Уже... Начал делать... Я начал делать... Кубок Сенсаса... Первый был Кубок Салма... Сейчас... Сенсас там... Ну... Как бы... Платформу выставляет главным призом... Кубок Сенсаса... Тоже собрали... Поставил 40... Ну... Это смешанный... Ну... Это смешанная рыбалка... Все равно... Я тоже... Вот в этом году... В этом... В этом году... Первый день... Эээ... Хотел... Начал штекером... И не был... Добивал день уклейкой... Зону взял... Второй день... Эээ... Второй день... Эээ... Фидером... С противоположного берега... Какие-то планы... Потому что... Понимаешь... В этом во всем... И... Вообще... В спорт... И вся рыбалка... Эээ... Конечно... То как... Ты... Сам настрой... Кто двигает спортом... Мой настрой такой... Что... Какая разница... Какая удочка... Учись рыбу ловить... Рыбу подмонять... Рыбу как не... Эээ... Мы вот так и... Эээ... Так и снимаем... Очень много передач... Снимаем для охоты и рыбалки... Для себя в Латвии... У меня больше 300 передач уже... Ты едешь... Ты людям показываешь... Ты приехал... Как бы на поплавочную... А там вот ветер такой страшный... Что-то поменялся... Тебе переключился... Кормишь рогаткой... Там ловишь пикерочком... Ты просто вот это... И это вот... Чтобы... Чтобы тянуть... И... И... Сделай специально... Специально... Спортивные передачи... Как бы рекламировать... В смысле рекламировать... Тянуть в себя... В это... Но... Дорого это все... Дорого... И... По большому счету... Это все останавливается на деньгах... А... Спиннинг растет... Потому что там есть... Пальцы вееров... Там лодка... Может джип... Да... Да... Спиннинг... У нас уже начинают ограничения ставить... На количество лодок... На... Потому что дошли до... До всех басовых лодок... С 150-ками моторами... По два... Сзади... Ну... Там уже... Чуть-чуть... Там... 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 Сейчас тоже рост... Но... Фидер... Конечно... И здесь... Не... 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 На... Не... А... Я думаю... Что... Фидер... Стал... Стал... Старые страны... Которые... Поплавочные страны... Основные... такие вот Польша, где внутренняя структура, она если переключится на фидер, я думаю, что годика три-четыре, максимум пять, и будет на фидерном мире те же самые сорок команд, сорок зачем-то команд, которые на Покловочном. Потому что в некоторых маленьких странах, особенно, вот Молдова, сюда они приехали, Покловок они не могут, нет. Нет, в Эстонии то же самое, Покловок умер, остался фидер, остался спилинг, и таких много, таких очень много. Если будет следующая Голландия, у вас 2017, я думаю, что у вас будет рекордная, потому что, во-первых, страна более дешевая. Ну да. Более дешевая. Как бы по местонахождению Беларусь была бы выгоднее, может быть, но там виза. И это, у меня маленькая эта фирма, я знаю, что это за кеморрой делать белорусские визы европейцам, да. А у вас это большой плюс, что это не надо, и по зиме знаю, что у ребят есть очень хороший опыт, и знаю, что... Просто, ну, сделайте вы это очень хорошо. У вас традиция фидерная намного... В бывшем союзе Украина была и есть пионером по фидеру, и я думаю, что из... Конечно, там все могут пальцы веером ставить, но я думаю, что все-таки по техническим... Ну, уже есть история, у вас есть уже фидерная история. У нас ее нет, в принципе. Мы ее пишем, начинаем, вот, приехать, посмотреть, куда вообще двигаться. Потому что мы все... Ну, видео, 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 ты... Ты видишь, ну, ты в жизни. У себя ловишь, как бы ты там в топе, а приехал, тут смотришь, ну... Это твоя вода, ты тебе закрытыми глазами можешь ловить. А приехал и... В этом вся прелесть творить. Вот. Почему, например, фидерный спорт во многим интересе. И, кстати, очень интересная тенденция прослеживается. То, что, например, там, московские поплавочники, там, Сепцов, например... Не, ё-ка-а-а-а-а-а-а... Вот, как бы, подтягивается фидерный спорт, потому что свежая, свежая кровь. Сколько чемпионалов мира по поплавку? Сколько уже лет по поплавку? Ну, шестьдесят первый мой. Шестьдесят пять, да. То есть, это уже такие традиции мощные. То есть, и, возможно, многим людям хочется, ну, как бы, чего-то вот такое нолькое. Фидер Молотой. В нём ещё есть что сказать, что не было ещё страны. Ну, тут нет ещё грандов таких. Хотя, ну, вот, уже они вот появляются. Вот, на этом, ну, да. Но, в принципе, если взять так вот, по четырёх, что вы в топе, Россия в топе, англичане сами по себе, ну, ладно, Южная Африка, они у себя могут. Венгри должны, испанцы очень хорошо выглядят здесь, очень хорошо. Итальянцы подключатся. Ну, как, вот, в прошлом году я с Сен-Сасов всем говорил, ну, как бы, самопредставляю Сен-Сас на Россию и на Балтийские страны. И я там этим чуть-чуть в этом процессе участвую, потому что с ним часто едешь. Они, ну, Сен-Сасов, ну, как бы, Франция, ну, кажется, самая большая фирма там по прикормкам, по всему. Ну, у них там ловим в пруду фидерами, деды едут, останавливаются, приходят, смотрите, они фри фидер не видели, как в жизни. У них вот то же самое, что в Польше, что в Англии, в Англии, ладно, Англии нельзя. У них старые традиции, что штекер, вот матч, вот это вот классик. Ну, все равно, вот люди от Сен-Саса говорили, я с ним встречался сейчас на выставке в ТЭКСе, и все равно говорили, что фидер, фидер сейчас, поплавок, он как бы сейчас не идет больше вверх, он остался. Там уровень большой, их много, но фидер все-таки сейчас, как он не был, он очень-очень быстро растет. И главное, что есть, что хорошо в этих странах, у нас по-другому чуть-чуть, я не знаю, как у вас с фидером. Что в фидере ты можешь, есть шанс молодым, в Лавке нет шанса. Вот я бы скажу, может, не самая лучшая тема, но это лучше всего видно в России, где есть топовая, московская, одна команда, которая заставляет, я их сюда поснимаю перед ребятами, там Ягушин, Сепцов и Радов. Рвут и мечут. Они одни из самых сильнейших в мире, и это действительно так. Но к ним не подберешься. И сколько ты будешь, мы всегда у себя удивляемся, когда люди приезжают с года в год, они там, где останавливаются, им эта тусовка нравится, но они приезжают проигрывать. А молодой ты, когда приходишь, вот то, что еще есть фидер, еще в ближайшее время будет, грандов таких общепризнанных нет, как только в поплавке, а в англичане. И когда все начинают одновременно, тогда уже нету таких секретов. Есть интернет, все есть, есть телевидение, все есть. С Настей у всех одинаковые. И тут уже, потому что наши молодые, я даже скажу больше ваши молодые, у нас один, вот есть парочка, есть ребят очень перспективных, молодых, там вот этот молодой, это для фидера нормально, это 20-25, когда ты уже все детство отработал, техника у тебя есть, у тебя еще есть страшный азарт. Еще мозгов нет, мозгов еще нет, а мозги вот стоят пусть за спиной. А ты машина. А ты уже машина. Это доказала вот ваша сборная зимой. Они такую колоссальную работу сделали, что на лед выпустили просто людей, которые быстро ловят. Им не надо думать. Роботов таких, чук-чук, которые... Нет, он даже, он в своей силе, он очень хороший, но он может местных соревнований ничего не... Он просто техничный. Фидер и просто, ну, то же самое в поплавке. Сейчас смотри, везде они подтягивают, англичаник. Ребята, они уже технику, вот катать штекер, тут, если тебе неделю отработал, ты хорошо владеешь снастей, ты можешь стать чемпионом мира, ну, как бы, не своими мозгами. Ты будешь чемпионом, ты думаешь, что это Скотт Хорн, скажем, который пятикратный чемпион по поплавку мира. Ну, это он не всегда своими. Он может... Там тренерская бригада. Да, это командная работа. И фидеры, и фидеры, когда все это одновременно начинается везде, ну, тут будет очень интересная борьба за высшее шоу. Ну, наоборот. Хорошо половинку. Ну, как уже разошло дело за командной работой, по паре слов расскажите о членах вашей команды. Так буквально там, представьте их, скажите имена, что, как, то познакомьтесь с ребятами, потому что, я думаю, фидерная комьюнити, каждый из нас совсем недавно был новичком, и мы с удовольствием рады видеть все новые лица здесь, и давайте знакомиться. Расскажите. Так, у нас в команде, ну, вот здесь сидит за спиной Владислав, компьютерщик, человек, который, так, пришел в спорт, сначала поплавочной, в зимний, в зимний, потом пошел фидер, ну, мой ученик, ну, мой ученик, в принципе, тут не все мои ученики, и тебя я сюда втянул. Да. Да, так что, это, это одно, но, скажем, Владислав, он, 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 он меньше делает, как, как компьютерщик, он меньше делает на эмоциях, больше вещи обдумывает, и, как бы, шаги вперед. Он организуется по всей команде, вот все, как мы сюда приехали, транспорт, все, все, вот такой, как бы, мозг, ну, вот, всего, чтобы сорганизовать. Норманд, как бы, такой главный, всего, ну, я не знаю, это слово маты, матовый или нет, но Норманд раз пиздеет. Но, это одно, но, скажем так, тогда у нас есть человек, который два раза стал чемпионом Латвии, больше возможностей, не просто, только два раза. Валдес Молс. Да, Валдес у нас есть такой, тоже моих лет, значит, 43. Тихий, тихий, маленький, как он ловит, никто не понимает. Ну, он два года нас всех сделал. И мы игровые туры, просто вот накапливаем, ну, ну, вот ловит, вот ловит и все. Ну, и есть парень по имени Крещанис, молодой, очень амбициозный, мощный парень, очень мощный. Все надо подтягивать, но он сейчас берет это на своем, на энтузиазме, на своем этом том, что вот он на волне, ездит сколько вот может позволить ездить, по всяким, то на Браунинг, туда в Словакии ездят, то куда-то, что поедем на Кубок Дружбы вместе. ну, если пропустить то, что те особенности молодого человека, которые у нас у всех были, которые, ну, молодость, она своя, да, то очень перспективный парень, который, вот, если с нами, другими, со всеми сравнить, то он только фидерами ловит. Я ловлю, да, я ловлю всем, что есть, эти, Анат Гарри с пенингом, Владик, то мы с Владиславом ловим, ну, в принципе, везде вместе, Валдес тоже у нас и поплавочник, в принципе, у нас есть, если так сказать, три действующих поплавочника в команде, это бывший поплавочник, а Кришн, только фидерист. И, если так вот смотреть, то, не хочется этого признавать, но, по, 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 по технике, по всему, конечно, он превосходит, потому что, обгоняют, уже обгоняют, если это еще было год назад, не так явно видно, что, то, что сейчас это уже видно, что, рано или поздно, но у нас это не так, ничем не грозит, потому что спортсменов мало, это будем ездить все равно, но, в принципе, эти универсалы, это так же, как кухонный комбайн, он, у него функций много, он до конца ни одной хорошо не выполняет. Нам приятно, что мы видим, что есть такие люди, которые с таким азартом, с таким, просто, вот, и рвется туда. Если мы можем помочь им каким-то образом, хоть только для того, чтобы собралась команда, приехать, то, то это надо делать, потому что, ну, это дело, от этого уже никуда, от этого спорта, вообще, рыболовы только уносят, сами не уходят, так что. Ну, а я для всех вас делаю с Настей. Да, да, да. И мне очень приятно, что вот все, смотрю, ловят. Я еще в других сборных тоже вижу, что ловят на те с Настей, которые... это очень хорошо, это очень хорошо, это очень хорошо. что, друзья, в заключение, задам банальный вопрос, такой, чисто субъективный, какой вы видите, топ-5? Это, это, Англия, первые, однозначно, ирландцы, ну, вторые, ирландцы, ирландцы, с испанцами, будут делить, второе, третье, Италия тоже может быть, Италия может. Венгрии? Нет. Ну, они как бы... Что там со словами, понимаешь, вот дальше, дальше, дальше вот, голландцы, там, там, там тоже есть поплавочники, там, там, понимаешь, я вижу то, что вижу и слышу, что, 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 что вокруг творится, эти точно три. Дальше, еще команды 3-4 могут, топ-3 можно назвать, я думаю, он не поменяется. А вот пятерка, там, если еще завтрашний день, там могут, пятерки могут быть, и вы можете быть, и Россия может быть, мы нет, мы не можем, мы не, как бы, ну, я же реалист, это не так. Но я с вами тайком подглядывал, в секторе Е, в общем-то, можете, черт подери. Мы долгие, упорно убивали рыбу в секторе Е, убивали точку, после двух с половиной часов работы, надо работать. Мы это поняли, как вот можно это сделать, но если бы Лев пришел, тогда мы как бы могли, но это опять вот теории, которые, как бы, вот на тренировках, 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 надо смотреть слезу. Мы будем очень, очень рады, если мы, если половинка, свою работу, для нас это первый чемпионат, вообще, понять, в каком уровне, на данный момент, и вот как вообще выглядит мир вокруг нас, в фидере. Одно понятно, что надо работать, и возможности есть у всех. Отлично, ну что сказать, вот тогда, вот такие вот представители классной команды, из классной страны, Латвия. Что говорят обычно в конце, желая всего хорошего в Латвии, на латвийском вообще, как у вас принято? Понимаешь, может он по-латвийски скажет, но я человек советский, так что мне... Ну я как бы тоже. Так что у нас говорят то же самое, что у вас говорят. Будин. Полдец, у нас. Спасибо, братцы. Редактор субтитров А.Семкин